Всем привет! Это снова я, Серега, и это вторая часть обзора досок Bare Powder Surf, в которой мы вам расскажем о наших сплитбордах и подкрадулях. Значит так, это наш сплитборд, который называется BFF Split. BFF переводится как Best Friend Forever. У меня это действительно так, потому что на этой доске я катаюсь больше всего. Даже когда я еду куда-то в курортную зону и не предполагаю хождением, ну не знаю, почему-то лично мне эта доска нравится больше. Хотя по сути она очень похожа на кедровку, на предыдущую. Та же самая ростовка, тот же самый прогиб. Кембер небольшой между креплениями и рокер начиная отсюда. Ну не знаю, может быть мне как-то визуально шейп больше нравится. Он чуть-чуть поострее на носу. И да, здесь немножечко чуть-чуть побольше тейла. Может быть поэтому эта доска мне нравится больше, потому что я все-таки люблю немножко попрыгать, где-то толкнуться там с дробчика. Ну здесь тейла побольше, поэтому интереснее. Опять же, я не так много вешу. У меня вес 65 килограмм и для меня это вообще идеальная доска. Сердечник, как и у предыдущей доски наборный из тополя. Да, она немножечко тяжелее остальных сплитбордов, карбоновых в том числе. Но зато очень прочная. В следующем году мы планируем добавить сердечник тополь. Ой, к тополю добавить еще паулонию. Это легкое дерево. Да, будет немножечко дороже, но доска будет полегче. Я надеюсь, прочность останется тут такой же. Что касается скользяка. Тот же самый спеченый скользяк, плотностью 4000. Достаточно быстрый. Едет круто. Опять же, алюминиевая защита Тейла. Она у нас была и в первом сезоне, но не было алюминиевой защиты носа. Ни одна доска не сломалась, предыдущая, где кантик просто сходился. И вот здесь был такой шов. Но я посчитал, что было бы неплохо, в случае чего и елку срубить. Поэтому добавил, мне нравится. Да, очень классно на самом деле. Мне нравится, потому что, ну, часто встречаешь какие-нибудь, ну, ледышки, камни. Какие-нибудь, не кусты прям, да, а вот уже такие маленькие деревья, которые, ну, вот эта штука рубит прям их. Очень классно, не ощущаешь ничего. Что касается замочков. Это сначала у нас были на первом сезоне замочки каракором. Они так не очень себя показали. Даже самые топовые. Это вот ноунейм, просто замочки, которые делает наш завод. Да, ну вот если, например, пытаться его разъединить. О, вот эта доска получилась. Обычно мне приходится еще сверху рукой ударить. Потому что очень плотные соединения. На всех досках у нас присутствует вот эта аббревиатура. Сомнительная. Меня очень часто спрашивают, что это. Потому что, если невнимательно посмотреть, то выглядит как ЛГБТ. ЛГБТ. Но на самом деле это лучше гор могут быть только горы. Тут я чуть как-то просто сел, рисовал, нарисовал горы, солнышко. Прикольно, да? Ну и опять же, вот тоже такая тематическая сплитовая картиночка. Лыжи и палки. Что еще? Опять же, сайдволы те же самые из переработанного пластика. Нужно отметить то, что скользяк на самом деле получился очень крепким. Лично я даже на моей доске, бывает местами кантик царапается, а скользяк целый. Я так очень удивился, когда это увидел впервые. Ну вот, опять же, тут у нас есть крепление под камус. Можно использовать как обычную рамочку железную, знаешь, или с крючками, как у G3, например. Очень удобная вот эта полочка, она не позволяет съезжать креплению камуса. Либо можно использовать камуса в стиле, как делает Монтана на досках Джонс. Вот такие, просто с узелочком, знаешь, такой резиночка с узелком, натягивающий. Тут это не открывалка, я просто думаю. Не-не-не, это вот просто, чтобы можно было использовать разные крепления камуса. Мы используем камус контур. Он прикольный, нравится. Здесь, в этом сплитборде, в этом сноуборде и в моделях, которые мы будем делать, длина доски, вот эта вот небольшая, компенсируется тем, что она очень широкая. Соответственно, площадь та же, а то и больше. Ну и отсутствие тейла. Проблем с всплыванием доски из глубокого снега не будет точно. Тем людям, у которых не хватает денег на сплитборд. Или же людям, которые, есть такие люди, которые не верят в сплитбординг. Они сразу заводят разговоры о торсионной жесткости и о том, что две половинки не так себя ведут, как обычный сноуборд. Ребята, все нормально в этом смысле. Но для таких людей, как вы, мы делаем вот такие штуки. Они называются подкрадули. Это, по сути, деревянные лыжи на уже приклеенном стационарном камусе, в этой модели, которая у нас сейчас есть. Здесь все супер просто и сердито. Здесь обычная такая крепежечка силиконовая, которая может налезть на любой ботинок и зафиксировать. Здесь есть компенсатор угла подъема, тоже рабочий. Он один, одно положение. Ну, вот такая штука. Объясню принцип работы. Например, люди, которые ходили на снегоступах и никогда не ходили на сплитборде, например, и так далее. Очень часто возникает конфликт между лыжниками, сплитбордистами и теми, кто идет на снегоступах. Потому что снегоступеры всегда портят тропу. Они ее разбивают, короче, и приходится заново прокладывать. Ну, а если это твой там, например, ежедневный маршрут, ну, гиды часто ругаются на снегоступеров. Ну, куда деваться. И даже в свои группы берут. Но снегоступеры всегда идут в конце, чтобы не разбивали трассу людям, которые идут на лыжах или на сплитбордах. Вот. Это лыжи. Минус конфликт. Еще такой моментик, что когда ты идешь на снегоступах, ногу все-таки нужно поднимать и делать шаг, что отнимает достаточно много сил. Здесь работает так же, как сплитборд. Вы, не поднимая ногу, просто проталкиваете лыжу вперед и идете себе спокойно, экономите силы и энергию. Подкрадули – это вообще идеальный способ заброски на гору, если ты катаешься на паудерсерфе. Они также помещаются на рюкзак, легкие, не весят практически ничего. Да, не карбон, но на рюкзаке не мешают, не болтаются, все классно. Но в случае, если ты идешь со сноубордом, здесь еще есть очень такое практичное и крутое решение – это сплитборд крепление. Можно взять сплитборд крепление, например, брендов, у которых есть переходники на обычную доску. Можем перечислить – это будут бренды Union, потому что у них, в принципе, универсальный пятак, который крепится и на сноубордические закладные, и на сплитовые закладные, которые немного шире. Это бренд Caracorum. У них есть отдельные переходники на адаптеры на обычный сноуборд. И это бренд Spark, у которых тоже есть переходничок на обычный сноуборд. Ну, там такая платформа, по которой ты задвигаешь крепление. Опять же, туда же, если мы говорим о системе Spark, там же Voile идет. Ну и все, кому Spark и Voile продают свою систему – это K2, Nitro и так далее. Просто покупаем, например, сплитборд крепление, ставим сюда крепление для носка под пятник, а пятаки кладем на сноуборд. Все. И получается, что вы на себе несете только доску без креплений. В креплениях идете наверх. Итак, подкрадули. Такой еще моментик забыл сказать. Подкрадули производятся в Москве, в России, в Москве. Их делает мой товарищ, друг, кореш. Вот его логотипчик – серф. Он делает скейт-серфы. Уже занялся даже паудер-серфами. И вот тоже крутой пацан, который очень быстро как-то ворвался в тусовку. Делает крутые вещи и ходит также с нами в походы, снимается с нами в видосах. Настоящий энтузиаст сноубординга. Итак, подытожим. Подкрадули. Отличный бюджетный способ для людей, у которых не хватает денег на сплитборд, либо людей, которые не доверяют сплитбордингу. Ходить в бэк-кантри на поиски паудера. Тогда, когда уже на курорте все выкатано. Подкрадульчики спасают. Круто крепится на рюкзак. Не проваливаешься в глубоком снегу. Не портишь лыжню другим людям. Все круто. В следующем сезоне мы собираемся сделать версию сэндвича со стекловолокна пожестче и с металлической платформой, которая, возможно, будет адаптирована под некоторые виды сплитборд креплений. Это был обзор сноубордов и сплитбордов Bear Powder Serves. На этом все. Я хочу с вами попрощаться. Катайтесь. Ходите в горы. Путешествуйте. И не забывайте о безопасности. Пока. Путешествуйте. СМЕХ Путешествуйте. Продолжение следует...